Я думаю, кому бы этот вопрос адресовать так, чтобы не было обидно. Когда ты жесткий аутсайдер, что надо пикать против фаворитов? Сантос. Даже не знаю, кому. Ну, может быть, Блицкранг? То есть ты за Чизы голосуешь, когда ты играешь против более сильных? Я второй сезон играю с Эйшей в команде. Ну, а мы передаем слово на этом нашим комментаторам и узнаем, что же произойдет в этом матче. Как уже сказал Арчи, сколько не корми Гнара, все равно резистов не хватит. Игорь, сколько волка не корми, столько волка не корми. Ты бы дал волсеры уйти, чтобы они там посмеялись подальше, но тем не менее, да. Ни в коем случае, пока Эйшел ни разу не ушел еще из этой студии, не посмеявшись очень много раз. Я думаю, по желанию флеш бы был даже без рубашки. По желанию по какому? По желанию Арчи? Возможно. И вот это, друзья, трансляция. Трансляция в 4 часа утра. Это нормально. Алистар просто переграждает свой путь вражеским керри. И вражеские керри стоят и курят спокойно в сторонке, думая, что им дальше делать. Ну что ж такое-то? С этими анализ-десками так все просто не пройдет. Зато мы готовы переходить уже к стадии... Наверное, его кола, этот рисуночек. Да, по-моему, сегодня про разборонном там нормальный был, не нормальный был кол у Олибус-Ноксов. Ну и счастливый Миракл. Смог мы дабы, дай. Это больше похоже, знаете, есть... Вот этот Миракл был больше... Этот сегмент, я могу вам сказать, когда вы ведущий, этот сегмент, это самое опасное, что может случиться с вашей жизнью. Не преступники, не кражи, не убийства, а именно анализ-дес... Какие у вас мысли, мнения на эту игру? Мысли коротенькие. Я думаю, что Инц за 24 минуточки перекатит кенгурушечек и пойдут... Кенгурушечек. Да, и пойдут отдыхать. Ну, учитывая единственные две победы Инцов, которые длились где-то 40 плюс минут, то... Единственные две победы из трех игр, это да, это единственные две. Нет, но учитывая, что эти две победы были 40 плюс минут, когда у них был нереальный лид, но уже на 20-й минуте, и они их тянули, 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 и сейчас они выиграют за 24 минуты, что-то мне подскажет Алексей, вы проиграете. Давай поспорим на что-нибудь. Вот тот, кто из нас выиграет, тот дает под затыльник Арчи. Давай так, Арчи, Арчи, подожди. Ночью я отыграюсь. Не так, не так. Вот. А за это в стороне... Это не было коммента. Тот, кто из вас проиграет, тому Арчи дает под затыльник. Я предлагаю более крутой план. Арчи, ты за? Я за, если Олсим не поможет с этим. Я держать? Я буду твоей рукой вот так вот. Так. Ну, касательно матча Инц против Чивз. Как мне кажется, нам будет нереальная колбаса. Так. Ты продолжай, да? На самом деле, они будут долго меситься туда вперед-назад. Пытаясь зономинировать друг в друга. Итак, вот. И на этой мажорной ноте, друзья, я бы хотел, чтобы мы вместе с вами познакомились поближе с командой Инц. А пока наши аналитики успокоятся и найдут правильные слова, чтобы выражать свои мысли. Я почему-то после того, как вы назвали Ренгера и Нидери, я вспомнил Женю Пасеку, которой нам сегодня так не хватает. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, который... Уррр. Как отчитать? Не доверяйте на их прогнозы, дамы и господа. Мур. Так вот, что... Они мотивированы, что ли. Мне кажется, где-то на нашем столе аналитики 80% игроков этого вайлдкарда на тилте, а 20% туда стремятся. Таким образом, скоро это просто не вайлдкард будет, а тилдкард. Так это вайлдкарда. Там все плохие команды, скажем так, с плохих регионов. Понятно. Отлично, Санта. What? Так вот, у Дарк Пассажей они на тилте. Вот просто 100%. Потому что, ну, когда у тебя уходят два хороших игрока, кто бы не тилтовал? Любой бы человек затилтовал. Мы возвращаемся в эфир, дамы и господа, с очередным матчем. Это Дарк Пассаж против Рэмпейдж. Русскоязычная трансляция Интернешнл Вайлдкард Квалифайера. И на очереди наша самая любимая рубрика, наша самая интерактивная рубрика. Ваши фотографии в Инстаграме, друзья, с хэштегом GoAnX. Я не знаю, что нас ждет. Это как будто пойти покататься на американских горках. Но Бака146 прислала нам фотографию в ВК и GoAnX. Это в каком-то даже графическом редакторе нарисовано. Там Ари нарисовано, по-моему. Плохо видно. Почему плохо? Хорошо выглядит. Говорю, плохо видно. От Мин 1492. Альбус Нокс. Между прочим, 1492 — это год открытия Америки. А? Кто-нибудь? Арч. Арч. Это мое лицо каждый раз, когда я слышу, что дробовик обсуждает фотографии на нашей трансляции. Да, спасибо большое, Акиру Чан. Мы, по-моему, кстати говоря, включили Ешку Джакса и увернулись от всех неловких моментов, которые вам могли быть. Stand behind my shield. Но, друзья, перед тем, как мы начнем... ...играю, что я не могу так подать спелками, например, и подать спелками просто, потому что у меня скрипты. Это для меня самая большая честь из всего. То есть, если мне просто скажут, что ты хорошо подаешь скиллами, я такой, ну ладно. Я и так знаю. Женек, последний раз такой был, когда ты новый аккаунт качал? Нет. Последний раз... С нулевого до тридцатого уровня за три дня стрим от Евгения Дробовика. Ложья провокация. Отлично. Сегодня первый сегмент прошел... Где мой шанс? Это программа шансов. Все, женек, женек. Первый сегмент прошел без всяких у нас эксцессов. Сейчас обсудим ролик Ликрита. Element, Julio, Stito, Plago, The Fox и Bear. Обратите внимание, Bear единственный игрок с КДА больше или равно единице. Что немало. Да, так же по поводу... Держись. Твое лицо, когда он взял КДА команды КМБ. Так же по поводу... Очень дискуссионное заявление, правда, что это хороший результат. По поводу интервью Ликрита хотелось бы отвечать на это интервью. Он кажется кем-то таким... Захар довольно неплохо, Гангпланг в основном... И плага нам покажет самый широкий чемпион пул на этом турнире. И Велкос, и Гангпланг, и там все, что только можно. И вообще КДА 0.8. И вообще КДА 0.8. И самый широкий кровоподтек под моим глазом. Что, прости? Не очень мне нравится, как плага выступает на этом вальдкарт турнире. Особенно на... Что значило? Это... Это реакция на Велкос, наверное. У него большой глаз. Да, в основном. Вырви глаз. Да. Турнир давал этот вальдкарт для того, чтобы они начали играть как люди, как говорится. Как они могут играть. А как, Женя, играли раньше, Женек? Так, не надо отвечать. Не отвечай. Нет, нет, осторожно. Итак, алерт. Евгений может ответить что-то странное. Осторожно. Студия-аналитики, оцепите повещение. Из Евгения готова вырваться что-то странное. Я хотел ответить нормально, но ладно. Хорошо. У тебя тоже было так же много шансов на Куинс. Если они креативные, я никогда бы в жизни не подумал обмазываться ликритом. Но теперь, возможно, если чем-то приболел, помазал себя, так сказать, ликритом, и все быстро зажило, так сказать. Чтобы температурку сбросить. Ну, обычно наоборот, скорее, если у тебя... Только есть вариант, при котором ты пять раз умрешь случайно. Ну, может быть. Друзья, предыдущий матч выиграла команда Альбус Нокс Луна. После этой игры побеседовали немножко с Дмитрием... Просто потому, что сейчас Кира будет смотреть вам в душу. Он еще называется Stare. Stare. Взгляд в лестницу. Smart stare. Smart stare. Inspire. Мы обсуждали с дробовиком, что... Извини, пожалуйста, что мы тебя перебили. Вот ради этого это, конечно... Ну, просто ритмы Женька. Я говорю, у Сайгольджокерская компенсация... Стажеру понравилась моя ритма, кстати. Женечек, дверь там. Окно там. Ребятки, ребятки... Это был раунд! Подожди. Миш, 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 а мне хочется сказать, а буткемп вон там, ребяточки? Эдвард, давай все-таки мы... Ты украл мой прогноз, я абсолютно то же самое хотел сказать. Ты хотел перебить Шаркса, чтобы сказать точно такой же прогноз, как у Эдварда? Да. И после этого Леша нам, возможно, скажет хотя бы что-нибудь интересное за весь этот стол на лест. Алексей. У вас есть шанс сказать что-то, наконец, интересное. Тарандулькин, давай. Тил! Почему? Вот они не понимают, как я на них буду отыгрываться во время скримов. Ты будешь теперь вставать не в 9, отраженечек, а в 6. И будешь бегать вокруг домика, кружочки наворотят. О, я, кстати, за. Я буду за компанией. Ты будешь приезжать и бегать вместе со мной? Почему? Значит, я буду приезжать. На следующий Wild Carp мне будет намного проще найти под тебя рубашку и пиджак. Вот что я могу тебе сказать. Шаркс. Поэту вещь я покупаю сам. Шаркс. Не хватило за селф-офф лица. Ладно. Шаркс. Мой прогноз. Лайн гейминг первое место. Потом анексы у нас будут вторыми. Ну, у кого нет пиджака, тот как бы довольствуется. Кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше. Кто-то, да. Кто-то больше, кто-то меньше. Безумная игра. Кто-то хорошо комментирует, кто-то еще лучше. Игра была действительно прекрасная. Она очень долго длилась. Кошмар. Это ужасный человек. Наша игра была настолько интересна, что мы перешли к Тиму. Мне кажется, Тима идеально подходит для Жени, потому что у меня все равно нет души. А как ты это запустил? Расскажи мне. Мне кажется, у людей, которые играют на Тиму, у них нет души. Мне кажется, у них нет кое-чего другого. Шаркс, а ты не сказал? Четвертый тоже. На самом деле сейчас на трансляции две тысячи человек. Это все только из-за Жени. Вот сидел бы сейчас Миша, все бы уже спать ушли. О, это так мило. К концу трансляции ты перестал меня обнить. Сантус, я жду твоего. Сантус, выручи. Как настоящий саппорт, выручи. Больше милингого. Выручи, пожалуйста, следующего стола аналитики. Нужно больше милингого. Поговорить об игре, а не с психологом. С психологом. Психолог. Так сказать, я в прямом эфире не принимаю, поэтому извини. Мы с тобой потом поговорим. Ночью. Мы готовы посмотреть ролик про Токерса и то, как он собирается проводить эту игру, и как он вообще попал на Вейлкарт, и как он себя там чувствует. Днем. Это худшее, что можно было увидеть на этом турнире. Дурбовик, разложись. Дурбаш, подожди. Дурбаш, что ты там говоришь? А. Подожди. Подожди. Но он же сегодня Warzone обыграл. Почему он такой хит-рог? Warzone просто не боится никого. Что ж, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу трансляцию. Субтитры создавал DimaTorzok